Дети с миграционной историей, юные граждане страны, которые остаются недостаточно интегрированными в российское общество из-за того, что плохо владеют русским языком, предпочитая родные языки в домашнем общении. Их образование обсуждали в правительстве вместе с советником президента Валерием Фадеевым. Во все времена одной из основных задач государственной политики является обеспечение мира и согласия в обществе, соблюдение баланса всех интересов. Особенно важно это для российских полиэтнических, многоконфессиональных и мультикультурных регионов, например, таких как наш. Проблемы изучения государственного языка мигрантами и их интеграция в российское общество стали ключевыми вопросами для обсуждения на мероприятии. Я делаю акцент именно на школе, потому что если дети мигрантов, дети семей с мигрантской историей не будут интегрированы в российское общество, то это приведет, уже приводит к многим серьезным проблемам. Чтобы соблюсти баланс прав действующих и потенциальных граждан в Российской Федерации необходимо реформировать образовательную систему. Многие дети мигранты не владеют русским языком на уровне, необходимом для того, чтобы получить образование. Необходимо переформатировать работу этой системы и создавать условия для того, чтобы мы могли принимать наших новых граждан, чтобы они могли полноценно уже становиться членами общества, реализовывать свои права, обязанности, безусловно, как равноправные граждане Российской Федерации. Ульяновские чиновники предложили создать центры для детей-мигрантов, в которых они будут изучать язык перед тем, как отправиться в школы. Валерий Фадеев поддержал идею. Обсуждали на мероприятии и меры социальной поддержки для семей мигрантов. Меры социальной поддержки по федеральному закону 81 ФСЗ государственных пособий граждан, имеющих детей, могут получать граждане Российской Федерации, проживающие на территории Российской Федерации, а также постоянно проживающие на территории Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства, а также беженцы. Также на мероприятии присутствовали представители правоохранительных органов. Обсуждались вопросы незаконного нахождения мигрантов на территории страны, а также проблемы коррупции при сдаче экзаменов по русскому языку для получения гражданства.